Продолжение следует... Причем, раньше, на прошлой лекции, что мы делали, мы говорили, что давайте мы глионное поле оставим. Значит, глионное поле мы оставим, то есть у нас глионное поле будет А плюс В. Соответственно, А – квантовое поле, В – классическое поле. Ага, спасибо. Вот, значит, В – классическое поле, А – квантовое поле. Хорошо. И мы говорили, вот еще у нас там были поля духов, С, да, и еще были поля Пси, фермионные. И мы говорили, вот давайте мы, значит, эффективное действие напишем, ну, по факту для теории Янга-Милса. То есть у нас будет одно классическое поле П, а вот эти все А, С и Пси будут квантовыми полями. Мы по ним функциональный интеграл возьмем, у нас будет три определителя. Один определитель по А, один определитель по С и один определитель по Пси. Вот. И они нам будут как-то менять заряд, с которым взаимодействуют поля П друг с другом. То есть в итоге у нас получалось что-то такое, что эффективное действие, значит, гамма от Б было, было что? Было, было что-то такое, вот минус 1 четвертая, значит, интеграл D4, P, нужно запись четвертая, а тут F меню А от минус P, F меню А от P, от P. И на некий эффективный заряд G от P в квадрате, где вот все поправки, все эти три определителя свернулись в некий коэффициент при вот этом члене калибровочном варианте, который мы интерпретируем как новый заряд, зависящий от импульса, да? Вот, и этот у нас был вот такой, G в квадрате от P, значит, это было единица G в квадрате, ну, вот какого-то там масштаба, мюх, в которой мы убрали все расходимости единицы на епсин, константу Эллер и так далее. Вот, плюс или минус, так, как я писал, отписал я, наверное, вот так. Плюс бета-0 на 4P в квадрате, бета-0 на 4P в квадрате, значит, логарифм, логарифм, логарифм в квадрате, бета-0 на 4P в квадрате, вот так, наверное, я писал. Так, помните такое? Вы вообще видите нормально, как тут написано на доске? Звук, так, ну вот он уже ушел, но я погромче буду говорить. И запись будет вот эта вот, которая сейчас идет, я не знаю, в ком она качестве до вас доходит. И запись будет вот как обычно, у нас тут камера стоит, я ее туда же положу, где обычно. Вот, так, вот это, значит, все знакомо, да? Хорошо, теперь, это мы по факту отинтегрировали все поля кварков, у нас нету кварков, есть только поля глионов, но мы же можем, и в итоге что мы получили? Мы получили эффективный заряд, но мы можем сказать, что, вот смотрите, мы можем то же самое сделать с полем Пси, написать это Фи плюс Хи, где, соответственно, пусть у нас, скажем, ну вот у меня там в записи Хи, это квантовое поле, а я не знаю, вот Фи, это классическое поле. Вот, и удержать Фи, а по Хи проинтегрировать так же, как вот мы делали до этого. И тогда, что у нас получится? Ну, у нас получится, во-первых, вот это, оно как было, так и останется. И в этом сейчас убедимся. Вот, но получится что-то такое, плюс, плюс, соответственно, будет интеграл Д4П, значит, помножить на Фи, некое, оно слегка изменится, поэтому я его напишу вот так, Р от Фи минус П, соответственно, должно быть и Д со шляпой, минус М Р от П, значит, Фи Р от П. То есть вот это я написал ответ, сейчас мы его будем получать. То есть, если мы оставили поля Фи, как наши классические, которые у нас есть, да, то мы получим на них, естественно, из калибровочной вариантности вот какую-то такую структуру, грубо говоря, вот тут будет структура с Д со шляпой, вот, при ней будет какой-то коэффициент, да, вот, этот коэффициент мы пополам, по корню из этого коэффициента засунем в это поле и в это поле с чертой, да, вот, и здесь будет какой-то коэффициент. Этот коэффициент мы поделим на вот этот, ну, потому что поля с той же нормировкой должны быть, и то, что останется, мы назовем новой массой эффективной. Понимаете, что мы сейчас делать будем? А физически это что будет означать? То есть, у нас раньше оставались вот вон, а теперь еще и вон? Да, физически это будет означать, что мы вот такие источники ввели, что вот у нас есть некое кварковое поле. Да, то есть, вот, кварки остались. То есть, вы просто написали эффективное действие, то есть, эффективную теорию, в которой есть не только вот поля, глюоны, да, но и поля кварки. Вот, то есть, это уже будет эффективное действие для КХД. То есть, и кварки, и глюоны присутствуют. Если вот это, это фактически некое эффективное действие теории Янга и Милса, вот там только глюоны есть и все, а кварки заинтегрированы. То есть, все радиационные, эти самые, квантовые поправки, связанные с наличием кварковых полей, они вошли просто в эффективный заряд. И, например, у вас нету как степней свободы вот кварковых полей, вот здесь, да? Вот, то есть, вы не можете рассмотреть взаимодействие, там, я не знаю, кварка-антикварка вот с этим Лагранжаном, потому что кварков там нету просто. Вот. Может, какие-то какие-то такие действия? Глюонов, например. Ну, вот там, я не знаю, для взаимодействия глюонов, вот, пожалуйста, одних. Да, глюоны, глюоны, вот. А если мы оставим это поле, ну, у нас и кварки будут тоже. Вот. Вот, давайте это делать. Там что записано? Там записано G4, FI на 2,5-4, да? Да. Так, а потом FI, R, R это индекс? Ну, R это будет перенормированное. Вот. В том смысле, что, вот раньше, я еще раз говорю, какой в этом смысл? Мы сейчас посчитаем вот эту поправку, да? И она будет иметь такой вид. Она будет иметь вид интеграл D4P на 2P в четвертой. Тут будет FI от P, ну, минус P. Значит, ну, и D со шляпой. Минус M. Вот тут будет у меня, я ее назвал, X и Y. Это вот X и Y. Вот эти X и Y мы сосчитаем. FI от P. Вот. Вот мы их сейчас-то считаем. Потом мы будем говорить, корень из X я внесу сюда, и корень из X внесу сюда. И корень из X на FI от P, вот FI, то, которое исходно было, я назову FI перенормированное. То есть мы просто перебросим с операторов эти коэффициенты на функции? Это уже будут просто функции P, не операторы. Поэтому мы их просто внесем в определение FI. Вот. Таким образом у нас структура Лагамиджана сохранится, только поля изменятся на некий коэффициент. Вот. А я о нем уже говорил там раньше, это Z, да? На некий коэффициент. Вот. И масса изменится на коэффициент, грубо говоря, Y делить на X. Ну. Вот. Вот так. Идея в этом. Конкретная реализация вот сейчас будет. Вот. Так. Еще вопросы есть, или я стираю это все? Потому что места немного. Вопрос такой. Вот мы АПОЛЕ представили как классическая квантура. Теперь поле и ПСИ мы тоже представляем как классическая квантура. Да. Да, правильно. Проводим с ними точно ту же процедуру? Да, правильно, абсолютно. А, ИП? А, вот оно где? А, можно еще напомнить мотивацию того, почему мы так представляем? А, ИПОЛЕ. А, и ПСИ. Вот. И при этом, вот оно-то будет классически держаться там вот этим источником. Но понятно, что будут какие-то флуктуации вокруг него квантовые. Вот. И по всем ним, чтобы проинтегрировать, когда мы по всем ним интегрируем, у нас гамильтониан, ну, вернее, лагранжиан для вот этого поля, которое мы держим руками, как-то изменится. И это и будет учет вот этих всех флуктуаций. А, вопрос такой, понятно, что будут квантовые поворотки. Откуда это понятно? А, если мы же можем... Это понятно из следующих соображений, например, здесь. Из тех соображений, что классические уравнения движения – это принцип наименьшего действия, да? Вот. А мы тут, что такое принцип наименьшего действия? У вас есть единственная траектория, которая вам дает стационарную фазу в действии. То есть это уравнение движения просто Эллер и Лагранж. Теперь, когда мы писали функциональные интегралы и все вот это, мы говорили, что на самом деле мы суммируем по всем траекториям, да? Вот. Не только по вот той, которая дает стационарную фазу и классические уравнения движения. Когда мы суммируем по всем траекториям, у нас получается, что это все равно, что вы вот вычисляете интеграл какой-то методом стационарной фазы, да? Если вы возьмете просто вот, значит, ну или перевала там, да, вы возьмете главный вклад – это вклад уравнений движения. Но вы дальше можете поправки считать, да? Вот. И это будут поправки, значит, по фактически… Вот у вас стоит Е в степени ИС, да? На самом деле там стоит ИН. Вот. Н – малая величина, да? И поправки к вычислению интеграла методом стационарной фазы – это поправки при малом Н. Там, да? Вот. Вот так. Е в степени. То есть это все из-за того, что наш метод так работает, что мы вычисляем интеграл по траекториям, и поэтому там должны быть элементы депантовых выборов. Ну, это в этом методе они возникают таким образом. Если вы хотите сказать в методе вторичного квантования, то у вас просто есть разложение… Ну, у вас есть петли, да? Петли. То есть к любому процессу вы будете, когда считать его амплитуду, ну, или там, амплитуду, да? У вас будут петлевые поправки. Вот, собственно, они и есть, квантовые поправки. И эти петлевые поправки, вот как вы делали в КЭТ, расходящиеся части, мы можем завести в различные константы. Вот у нас есть голые константы масса-заряд, вот мы в них вот эти все расходимости можем убрать. Это и будут вот эти квантовые поправки и перенормировка заряда массы, соответственно. Там можно так это интерпретировать, что вот за счет того, что есть вот петлевые поправки, у нас меняется эффективный заряд, который мы видим. Вот. Вот так. На самом деле, если вы… Ну, вот вы посчитали уже, как я понимаю, вот хотя бы один из этих определителей, который там был. Вычисление одно и то же, то есть это та же самая петлевая диаграмма, вот, с которой, я думаю, вы считали на КЭТ для прорезационного оператора, по факту. Вот. Так, я ответил на ваш вопрос или нет? Если нет, спросите еще. Так, сейчас все-таки резюмирую, что главный вклад у нас дается в классическое ополе? Главный вклад – классическое поле. А поправки – это, ну, из-за того, что у нас в этом… Ну, то есть появляется член, а по ценам есть степень ашность, да? Ну, это разложение по аш, в некотором смысле, да. Ну, вот, кстати, про члены типа ИХС. Да. Размерность действия, то есть хорошим надо делить на ашность. Да, 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 правильно. Это очень правильно. А тогда вопросы… Вот это и будет… Их малость. Так h мала, соответственно, единиц на h велика. Вот и есть метастационарная фаза. Вот. Кто заметил, молодец. Ну, как вы вычисляли метастационарную фазу? E в степени, там, я знаю, или метод перевала, лямбда, большой параметр, на f от x там, да? Вы раскладываете вот эту, ищите у нее, значит, ну, стационарные точки или точки перевала, да? Вот. Вот. В этих точках вы берете f, вот, и там какие-то поправки к нему идут. Вот. Соответственно, здесь то же самое. Стационарные точки – это те, которые удовлетворяют уравнением движения. ds по d, соответствующее поле, равно нулю. Это как раз условие стационарности действия. Это уравнение Иллер-Лагранж. Вот. Ну, и дальше поправки. То есть, вот смотрите, что у нас тут. Вот, да, единица на g от p. Единица на g от p. Вот тут вот единица на g0 есть, которая стоит, ну, в исходном голом Лагранжане, который вот изначально был написан. Вот это кусок, это кусок, значит, отвечающий вкладу, ну, вот, в классическом поле, да? А вот этот кусок, он пришел за счет поправок. Вот. Он пришел за счет поправок. И это видно, потому что, ну, если я к общему знаменателю приведу, вот тут у меня будет единица на g от m в квадрате, а тут будет единица плюс g в квадрате на это. То есть, он пришел из, ну, это поправка порядка g квадрат, да? Которой в классическом действии-то и нету. А за счет вот петли, грубо говоря, вот такой, да, вот какой-то, вот тут два заряда. Вот эта поправка пришла. Вот так. Вот так. Непонятно. Ну, стало немножко легче. Стало легче. Непонятно. Я только забыла, почему на вторичное квадрате это не нравится. Мне? Нет, не вам. А вообще, ну, это с теорией. Потому что вторичное квадрате не так хорошо работает. Значит, вторичное квадрате работает, все, собственно, не так, все хорошо. Например, ну, единственная там трудность в том, что, вот, скажем, вот фиксировать калибровку в вести духи, вторичным квадрате, там, довольно сложно. Вот. Ну, сложнее, скажем так, чем вот через Фадеева-Попова-Лагранжан и через функциональный интеграл. Вот. А так, оно, естественно, тоже работает. Но вторичное квадратное квадрате вам уже рассказывали на КЭТ, и, ну, о функциональный интеграл не рассказывали. Плюс решетка через функциональный интеграл формулируется. Поэтому я и взял это все через функциональный интеграл. Ну, чтобы, как бы, было всего понемножку. Вот. Так, давайте дальше пойдем. Если что, в конце тогда спросите еще. Вот. Так. Ладно, надо будет напишу еще. Так. Что мы делаем? То есть делаем мы следующее. Мы говорим, ну вот, Лагранжан, который у нас получается, который вы выводили, значит, он такой. До, ну, сейчас я его напишу и обсудим. f в квадрате плюс единица квадрате а в квадрате c. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так. Что я написал? Я написал... У меня поле Пси стало Фи плюс Хи. Классическая часть кванта. Значит, вот эта верхняя линия, это все, что касалось глюонов. Это так, как на прошлом занятии мы выводили. Вот оно так и есть. Значит, здесь я вместо Пси пишу Фи плюс Хи. И когда я разлагаю, у меня получается Фи-Фи. Хи-Хи. И на самом деле у меня будут еще члены типа, скажем, вот тут Фи с чертой и Д со шляпой минус М. Фи плюс Хи с чертой и Д со шляпой минус М. Фи. Вот, наверное, все написал. Так, понимаете, да, что я делаю? Я подставил вместо Пси Фи плюс Хи. Вот, чтобы мне сосчитать эффективные действия, я должен взять квадратичную по квантовым полям часть. Вот если раньше, вот здесь у нас просто квадратичная по квантовым полям часть уже выделена. Вот. То есть это константа, когда я считаю функциональный интеграл по А, маленькому, да, по С. Вот эта константа, это действие просто от классического поля. Вот. И эти, значит, у нас уже посчитаны. Теперь, здесь вот эта, это та же самая константа, как и вот эта. Она не содержит квантовых полей. То есть это классический лагранжиан, да, вот кусочек. Вот тут поле Б, я напоминаю, тут тоже, да. Вот. Квадратичная часть, она вот такая хитрая, вот тут одно поле А, второе поле Хи, да. Вот это квадратичная часть. Вот здесь, это тоже квадратичная часть. Ну, а вот здесь, на самом деле, это линейная часть, поэтому вот эти я дальше рассматривать не буду. Вот. Так же, как вот здесь тоже есть какие-то линейные, они сократятся источниками, все, их нет. Вот. Поэтому. Потому что у них единственное квантовое поле Хи. Вот тут вот поле Б, оно классическое поле Хи, оно классическое квантовое поле Хи, соответственно, в методистанционарной фазе его не будет. Вот. Ну и здесь не будет. Вот я их убрал. Хорошо. Что нам нужно сделать, чтобы сочетать функциональный интеграл такой смешанный? Его вот так просто не сочетаешь. Чтобы его считать, ну, то есть, во-первых, я напоминаю, что это Грассманово поле, а это обычное, да. То есть, это коммутирующий, это антикоммутирующий. Вот это мы умеем считать, это будет определитель и Д минус М, так же, как и раньше, да. Вот. Ну, а тут он смешан с полем А. Чтобы это смешивание убрать, надо просто сдвинуть. То есть, что мы хотим посчитать? Мы хотим посчитать интеграл, значит, вот тут у меня ДА, ДС, ДХи, ДХи с чертой. От Е в степени и вот это вот Л, значит, интеграл, ЛД4Х. Вот. Как мы можем поступить? Мы можем сказать, ну, давайте мы сдвинем так Хи, чтобы… Хи – это переменное интегрирование, да. Вот если мы просто Хи будем сдвигать, у нас мера не изменится. Соответственно, если мы Хи сдвинем так, чтобы вот эти члены убрать, чтобы у нас вместо перекрестных членов А и Хи мы матрицу приведем к диагональному виду. То есть, у нас что-то добавится к Хи и что-то добавится к А. Но зато перекрестные члены умрут. Значит, как это делать? Вот мы скажем, что Хи перейдет, у нас будет… Это Хи штрих плюс, плюс, значит, плюс, минус, минус единица. То есть, просто делаем преобразование. Делаем преобразование. У нас матрица по факту такая, что у нас… Что стоит вот тут вот? У нас тут стоит Е в степени И. Ну, если в матричном виде писать, да. У нас некий столбец типа А, Хи. Там, я не знаю, А и Хи, вот тут вот, да. А тут Хи с чертой. Так, наоборот, тут Хи и А. Даже вот так вот сделаем. Хи. Хи с чертой Хи. Вот матрица 3 на 3. У нас три переменных, да. Вот. И у нас есть член А, наоборот. У нас есть член А, Хи с чертой Хи, да. У нас есть член АА, вот тут он какой-то, это вот этот. Вот. У нас член есть А. Значит, тут у нас есть член, значит, Хи с чертой Хи с чертой тут ничего, Хи на Хи тут ничего. Хи с чертой на Хи тут что-то есть. Ну, Хи на Хи с чертой это одно и то же. Но вот тут вот у нас что-то есть. Это вот этот член, да. Вот. И на самом деле у нас есть вот тут некие члены Которые содержат с одной стороны А С одной стороны А, а с другой стороны хи или хи с чертой Это вот эти То есть у нас вот эти вот заняты еще А я хочу эту матрицу привести к вот такой Чтобы вот тут у нас что-то было Ну и вот тут, грубо говоря, у нас что-то было А тут вот были нули Потому что вот эту я считать умею, определитель Это вот такая матрица Вот, и вот эту, это у меня будет произведение определителей Понимаете? Вот Для этого мне нужно как-то сдвинуть Сделать замену переменных Чтобы вот эти вот числа, члены убрать Вот, потому что я умею считать отдельно бозонный определитель Да? И отдельно фермионный определитель А смешанный вот такой бозонно-фермионный я считать не умею Понимаете? Или нет? Понятно? Или нет? Хорошо, вот что я делаю Я, значит, делаю вот так Ид со шляпой минус м Хи, соответственно, у меня будет Вот, хи с чертой Это будет хи с чертой штрих Минус хи с чертой Ид со шляпой минус м Вот И вот это все туда подставлю Значит Правильно Нет, неправильно Вот тут А А, конечно Без А бессмысленно Сдвигать Вот Без А бессмысленно сдвигать Вот И подставлю это все сюда Что у меня получится? Так, ну мне стирать надо Вот Так что Стираю все А, одну секунду Я себе преобразование не пишу Нет, преобразование я оставлю Я вот этот кусок сотру Значит Ну давайте смотрим Сюда Так Вот это у меня стоит И стоит себе Фи я не меняю У меня вот эти три члена Изменятся Что у меня будет? Первый член Значит Я вот так Вот эти три члена буду писать Значит Что это будет? Это будет Фи с чертой штрих А со шляпой Вместо хи ставлю Вот Значит Хи штрих Он остался Минус Так Фи с чертой А со шляпой Фи с чертой А со шляпой Вообще первый член пишем, да? Мы пишем первый член Минус Фи с чертой А со шляпой Вот это соответственно Единица На и Д со шляпой Минус М А Фи Вот Написал Первый член Второй член пишу Значит Плюс Фи с чертой Штрих А со шляпой Фи Значит Минус Фи с чертой А со шляпой А со шляпой Единица На и Д минус М Значит на и Д минус М А со шляпой Фи Вот И последний пишу член Он большой Значит тут будет Плюс Хи штрих Д со шляпой А со шляпой Минус М Хи Штрих Это как было Значит минус Минус Скажем я вот Этим пользуюсь У меня будет Фи штрих А со шляпой Дальше вот они сократятся Да? Значит они у меня сократятся Это будет Фи Это будет Хи Ну скажем Хи штрих Вот так Первый вклад Вот здесь да? Хорошо Так Раз Что еще будет? Это я подставил вот это Да вот это сейчас подставлю Соответственно будет минус Хи штрих Значит Так Хи штрих Это я вот это взял Так Я вот это взял Значит и д дальше идет Дальше с этим сокращается Тут будет А со шляпой Так Фи Да? Вот так И будет Когда я дважды возьму Вот эту сдвижку У меня будет Плюс Плюс Фи с чертой Фи с чертой А со шляпой Значит Значит Единица На и д Вот с этим сократится Вот Ну а потом У меня снова будет Единица на и д и а И того будет И д со шляпой Минус м А со шляпой Фи Вот И Должно быть Что вот они у нас сокращаются Эти два с плюсом Эти два с минусом Вот В итоге Перекрестных нету Вот А есть квадратичные Вот видите Тут два Тут два Значит Тут два А тут два Хи Вот Причем вот эти Судя по всему тоже Вот это Скажем с этим сократится Но одно останется Вот Итого Итого Что у меня получится У меня получится Что вот эти три слагаемых После замены переменных Перешли В Это все ушло Вот одно слагаемое И вот второе Оба квадратичные То есть из той матрицы Я как говорил Я вот эти недиагональные члены убил Вот Хорошо Такие функциональные интегралы Я брать умею Вот я сейчас их возьму И это Ответ напишу Так Это я стираю Значит это я стираю Вот Причем смотрите Интеграл по духам Он как был Так и остался Я его Трогать не буду А интеграл По Хи Он на самом деле Тоже как был Так и остался Вот помните Тот Что я в прошлый раз Делал Ну он вот Ровно такой Какой был Определитель А изменился на самом деле Определитель по А Эффективно Вот тут два Вот кусок Который был внутри Да Вот И к нему добавится Вот этот кусочек Вот Вот так Итого 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 Значит Что будет Что будет Значит Что будет Есть степени Эффективное действие Оно теперь зависит От двух полей Бэфи Это будет Вот сюда Вот смотрите У нас Вот этот на самом деле Такой же кое был То есть только раньше Это были поляпси А теперь это поляхи Но это не важно Результат интегрирования Вот он как был Определитель вот этого В степени nf Так и остался Вот А интеграл по А Будет другой Вот к этому куску Добавится вот этот вот Кусочек Вот видите тут два Сейчас я его напишу Значит Это было Е в степени Значит И Эхе-хе Минус i на 4 Для 4xf Квадрате от x Значит Минус i Не буду Лишни Буду Вот этот Когда мы берем Интеграл У нас что получается Определитель Значит Минус d в квадрате В какой степени От духов В какой Я не слышал Первый Правильно Правильно Сервый Плюс 1 Значит Вот от этого По полям хи берем В какой степени Не будет Но это фермионы Но их два Поэтому это НФ Плюс НФ НФ Сколько этих фермионов Вот Значит Хорошо Теперь Остается Определитель От поля Он будет В какой степени Вот Что такое НБ Он будет В степени Одна вторая В этом смысле Ну у нас Вот есть Глеонное поле Вот И все Вот Значит Какое Это будет Определитель Значит Так Эхе-хе Вот Сделаю я Вот что Перепишу Вот так Вот Д Это я Выделил Ну хорошо Так Перепишу Д в квадрате Вот Б С Ж Веню Плюс 2 Ф А Ф Б Ц Б Ц Так Написал Это я его написал И вот это мне надо написать Минус Чертой Т Вот тут было А Б Т Да Вот Соответственно Если я это АБТ Вытащу У меня будет тут ТБТ Вот И оно было Мю Соответственно Вот тут Будет стоять Гамма Мю Так Вот Единица И Д со шляпой Минус М Ну и соответственно Тут будет стоять ТЦТ И гамма Ню ТЦТ Фи Фи Вот Вот Собственно Единственный вопрос Вот тут у меня было Единица на 2G в квадрате Да А там ничего не было Поэтому я вот тут 2G в квадрате напишу Вот такой определитель Да 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 Правильно Вот Я напоминаю Что эти единицы на 2G в квадрате Мы просто там Выкинули в общую константу Вот Которая перед всем этим стоит Которая не меняет уровень движения То есть вот новый определитель Так Понимаете Это я все стираю Все стираю Это я можно принять а какая степень минус 1 2 правильно вот то есть раньше вот этого не было куска был только этот да вы его сосчитали уже или в пути на семинаре люди ну отлично то есть грубо говоря вот как вот без этого считать вы понимаете то есть но это и у меня написано и микро геннадий чек я поймал с вами разбирал вот теперь если вот этот есть то добавка как его считать на самом деле это сумма двух матриц до определитель суммы да вот мы вот этот кусок можем взять вытащить за скобки у нас получится произведение вот этого на единица плюс вот этот делить на этот вот произведение определителей определить произведение произведения определителей то есть тот который вынесется за скобку вы уже считать умеете определитель единица плюс что-то вы можете считать разложением вот напишу это все старое переписывать не буду вот этот определитель вот этот определитель значит вот этот определитель не знаю равен определитель но мы минус вставляли обычно как общий знак который ни на что не влияет же меню а c минус 2f меню bc все вот его написали помножить определитель единица плюс единица плюс единица на квадрате вот этот а bc значит жизнь минус минус 2 вот помножить с чертой с чертой t ну если так писать то значит нужно писать tc гамма ню значит единица минус 2g 2g в квадрате я не знаю тут какой нибудь т.д. гамма ро и так ну и тут минус 1 2 значит вот этот определитель у вас засчитан вот этот определитель вот этот определитель он ну на самом деле он вычисляется абсолютно аналогично вот как и в степени трейс логарифм вот дальше значит смотрите что я сделал это все-таки матрица да то есть если я пишу произведение то это должна быть сумма повод ну вернее вот тут вот вот этот оператор действует на этот и он сворачивается вот индекс да то есть след у меня как бы вот он по цвету это матрица на эту множество понял я вот это сделал когда уберете след вы все равно их все зациклите потом да а вот там т.д. откуда появилась т.д. я просто это определительно вот смотрите дед там я не знаю а меню на на б нюро нюро вот что я написал вот у меня это дед а альфа бета надет в альфа бета вот то есть здесь я за индексом слежу что эта матрица на эту помножается вот а когда их отдельно пишу мне все равно как они какие индекс там написано там это не мой индекс вот это не мой индекс вот эта единица вы можете сказать что это дельта какой тут первый индекс b по c мы свернули тут я написал d соответственно дельта bd но что такое определитель он выражается через след поэтому вы все равно bsd будете сворачивать то есть это не мой индекс такой же я его просто так написал понимаете или не понимаете хорошо что вы следите за тем что я пишу за тем что я пишу Ха-ха Так, сейчас проверю А может и нет Вот смотрите, вот тут был плюс, да, а вот тут был минус Я общий минус вытащил Общий минус вытащил Общий минус вытащил Если я, значит, общий минус я вытащу Вот тут у меня будет минус, вот тут станет плюс И когда я вот этот кусок вынесу У меня все-таки плюс останется Вот Тогда там в другом определителе, который перед ним стоит Ут, д квадрат должен быть плюс тус Нет Вот На самом деле Да нет, понимаете, как я вот тут общий знак напишу Совершенно неважно Потому что это будет определитель константы какой-то Которую я прибавлю потом просто к моему действию, да Ну то есть вот тут будет плюс константа Ну и ладно Я просто сдвину там на какое-то общее Уравнение движения не изменится Это мое классическое действие Я к нему константу добавляю и не ваш Вот Почему я здесь минус выделяю? Потому что эрмитов оператор это и d, да Ну и это в квадрате, он даст минус d в квадрате Вот Не будем На семинаре разложите Я не хочу, не хочу его сейчас считать надолго Он слабый, он же там маленький Никто не говорит, что он Ну и что? Вы всегда можете, когда вы будете делать Вы можете Ой, значит, вы можете говорить, что Значит, вот смотрите Я вот сюда буду вставлять полный набор состояний импульсных Да, и у меня будет вот это в импульсном представлении Ну вот это в импульсном представлении, да Например Вот Отсюда я вытащу d в квадрате Вот Значит, отсюда я вытащу d в квадрате У меня будет d в квадрате с минусом На единицу плюс что-то там Вот И буду это раскладывать себе Кто мне мешает? Все равно Функция от оператора, да Это разложение в ряд Тейлора по определению Поэтому и буду я его раскладывать В чем вопрос? Вот Это некие операторы Я их просто раскладываю Вот Вы мне хотите сказать, что вот тут малости g нету И вот плохо Но Еще раз Вот как вы считаете e в степени оператор a? Он не мал, ничего Ну вот, ну а здесь не e в степени a Единица на что-то там Ну, ничем не хуже Вот Ну, вы на семинаре делали вот этот Вот так же будете раскладывать Тут вы что делали? Вы d в квадрате вынесли, остальное разложили Я думаю, вы так считали Вот Здесь так же будет Вот d в квадрате вынесли, остальное разложили Помножили на вот это Вот Когда берете след, тут куча членов умрет А останутся какие члены? Что останется? Что говорите? Ну отлично Нет, мы его не выбрасываем, мы его раскладываем в ряд И берем первые неисчезающие члены, которые дадут нам поправку к действию Понятно, что там будет что-то еще, но нам достаточно первого Вот Значит, и что будет? Понятно, что будут два f Вот тут Они никуда не денутся Это скаляр, эти самые классические поля Вот Они так же как Значит Выйдут в ответ Из скалибровочной вариантности вы ответ просто напишите, что Вот это все Вот этот определитель Будет равен Значит, вот я тут определитель написал В степени минус 1, 2 Вот у меня ответ логарифм определителя Поэтому я тут логарифм добавлю И ответ напишу Значит Ответ этот будет такой Минус 1, 2 И 2g в квадрате cf cf на 4 пивка Это для логарифма Это для логарифма, да? То есть это то, что пойдет в экспонент И добавится К самому действию от классического поля Вот Значит Тут cf Т, 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 фи от минус p x на p со шляпой плюс y на m на f от p плюс, ну, там, что-то типа о большое от эпсилона Но оно мне сейчас не важно Где x и y Так, убираю это все Я вам напишу Значит, x и y Это мне пригодится x это x это минус минус единица на эпсилон минус гамма эллера минус логарифм Значит, плюс плюс константа Значит, плюс константа некая Ну, на самом деле это плюс 1 Но я все равно им буду пренебрегать по сравнению с эпсилоном Но напишу Плюс 1 y Это 3 4 Того же самого Ну, плюс другая константа 3 вторых Вот То есть это результат вычисления вот того петлевого интеграла который у вас тут получится Когда вы будете вставлять импульсы единицу в импульсное представление у вас получится некий интеграл по импульсам вы его возьмете ну, вот он и будет Вот Итого Что такое CF? Помните? Отлично Отлично Чему равна? n квадратный 1 2 Да, правильно То есть Что такое CF? На самом деле это след tc-tc Ну, вот Рано или поздно у вас там встретится когда будете разлагать это и будет это след Вот Значит, хорошо В фундаментальном представлении f Да? Вот Все Вот так выглядит ответ И что мы видим И что мы видим Что Вот у нас какое-то вообще говоря бесконечное число там, да стоит при p со шляпой Ну, p со шляпой это Вот и d со шляпой это в импульсном представлении p со шляпой плюс там и a да Ну, или и b у нас Вот я b тут не удержал Но понятно что искалибровочный вариант если он тут будет Но я его не удержал Вот Значит Что будет Что вот x Вот этот мы должны так же как мы вот то, что у нас получалось при интегрировании по поляма который нам давала f мы вот f преобразовывали вот в импульсное представление складывали и получали эффективный заряд который вот тут должен стоять Вот То же самое Вот этот кусок если мы переведем в импульсное представление он ровно таким и получится Это будет d4p на 2pi φ от минус p с чертой, да Тут будет p со шляпой минус m со шляпой на φ от p Соответственно единица плюс x это будет Мы должны единицу плюс x по половинке воткнуть одну в поле φ сюда вторую в поле φ туда А соответственно единица там ну плюс или минус y сейчас сообразим Мы должны воткнуть в массу ну деленный на x Вот Это то, что я говорил в самом начале Вот давайте это сделаем и получим как у нас меняется масса Так Что бы стереть ну я это зато Вот то есть в итоге что будет я буду писать только часть ответственную за φ ответственную за поле b я писал в прошлый раз мало места Значит и что будет Будет вот что гамма от φ даже вот так буду писать гамма от φ сразу значит гамма от φ это это интеграл значит d 4p на 2p в четвертой ну я тут d пишу но все равно раскладываю вот потом будет стоять φ от минус p тут будет стоять единица минус единица минус g в квадрате на cf на 4p в квадрате g в квадрате на cf на 4p в квадрате это я вот это написал g в квадрате на x вот да чуть-чуть я размахнулся помножить на p со шляпой так p со шляпой минус m вот тут будет стоять это я вычел значит единица плюс y плюс y g в квадрате cf 4p в квадрате ну и вот это я на него поделить должен единица минус x g в квадрате cf 4p в квадрате вот так тут я чуть-чуть подвину то есть это был x это был y вот на φ от p вот да вот так понимаете эту запись видеть недостаточно нужно понимать понятно или непонятно ну вот смотрите тут есть x да помножить на вот это все же квадрат cf на 4p в квадрате вот на вот на вот это да вот есть x но в действии чисто значит действий тока от внешнего поля фи там была единица ну оно просто было фи на p со шляпой на фи да фи на p со шляпой минус m на фи так оно такое было вот я эти два члена сложил единица пришла из действия для внешнего поля вот а вот это пришлось квантовых поправок вот она понятно или нет или я напишу ну в квантовые поправки они идут g квадрат да вот они раз два вот если я же квадрат за нулю что у меня останется у меня останется просто p со шляпой минус m видите вот это исходное действие мое вот это p со шляпой минус m вот оно и должно остаться к нему я добавляю то что у меня есть я к нему добавляю x и y вот если я внесу сюда у меня получится при p со шляпой единица минус g в квадрате вот это все на x а при m в квадрате единица плюс y на g в квадрате давайте сократиться знаменателе просто с этим вот вот оно и есть единицы это исходное действие а x и y вот они поправки хорошо или нет или написать понятно понятно хорошо идем дальше вот после чего я ввожу вот то что я анонсировал значит это я убираю убираю значит это я убираю и я говорю что вот это равно гамма от phi равно значит равно интеграл d4p 4 и r минус p тут у меня p со шляпой минус m r от p и r от p вот где соответственно где и r от p это это вот что единица минус g в квадрате c на 4p в квадрате да x y надо было вот с этим обозначать все и все вот x степени 1 2 да если я понимаю что у меня это все имеет смысл в разложении по g квадрат то есть вот эта 1 2 пойдет вот сюда в итоге в конце вот фи с чертой соответственно то же самое абсолютно то же самое то есть вот это в степени единицы я 1 2 взял сюда а 1 2 взял сюда это число да это никакая не матрица просто число вот x y написаны поэтому мы просто вот это фермионы я напоминаю то есть это там у них индекс есть а это просто в умножении на число вот на фи от p вот а мр от p это соответственно мы должны вот старую массу исходную которая была в лаганжане ну вот это вот помножить отношение значит отношение опять-таки я его в разложении возьму это вот тут же квадрат тут же квадрат я по g квадрат разлагаю у меня получается единица единица плюс g квадрат на 4 квадрате на минус там плюс у вот все хорошо ну и теперь я должен вот это оно мне ну сегодня по крайней мере нужно не будет поэтому сюда я подставлять ничего не буду а вот с массой я буду сейчас разбираться вот я x y сюда подставлю вот они x y написаны я их туда подставлю и получится у меня и получится у меня и получится у меня минус писать это m на единица плюс g квадрат на 4p в квадрате cf cf на 3 ну значит 4 минус 1 да и вот это за этим константами я следить не буду вот ну можно последить но я не буду вот значит помножить на минус единица на епсилон минус гамма минус логарифм минус п в квадрате на 4p п в квадрате вот ну хотя мне ничего не стоит у меня написан ответ плюс пять третьих вот вот значит такая у нас масса теперь мы опять можем сказать что вот смотрите вот это нам неизвестно что заранее это некая константа стоящая в лагранжане мы можем включить в ее в нее вот эти все расходимости единиц на епсилон ну с чем-нибудь вот с гамма эллира соединиться на 4p скажем а можем его с этим включить это будет просто другая схема так сказать перенормировки да вот и написать так что м написать так ага это еще не все вот здесь стоит ж голый заряд голый заряд а заряд мы знаем что такое уже так мне наверное уже не надо ничего из этого но зато мне надо вот это с прошлой лекции у нас было что значит так 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 у нас был вот такой одиннадцать на жр в квадрате единица на жр в квадрате от му или там плюс му в квадрате плюс бета 0 на 4p в квадрате так значит плюс бета 0 на 4p в квадрате логарифм логарифм так 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 плюс логарифм 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 так яйца на 4p вот так я определял да не 4p не совсем не совсем не совсем не совсем да 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 это я понимаю я просто вот без индекса который исходный через ну как я мюш вводил тут мне не влезет сейчас еще подальше по-моему я его вводил так что единицы на g в квадрате ну вот а о нашел нашел я его вводил что такое только что только что то вот плюс константа который там было вот так его вводил и тогда я просто говорю что вместо единицы на же в квадрате виду некий уже от масштаба мил такое что вот эти все расходимости они вот здесь вот например и в итоге у меня получался такой вот такой вот равенство что же в квадрате q в квадрате это же в квадрате от п в квадрате делить в единице в квадрате вот в квадрате 0 константа константа но вот это вот что-то там типа такого было да 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 так логарифм но это с прошлой лекции формулу я просто открыл ее и переписываю вот логарифм q в квадрате на вот эту формулу вы выводили просто что мне хочется сказать чтобы тут стоит же в квадрате это вот голая который там исходно стояла в лагранжиане да мы можем ее выразить через через вот скажем же в квадрате от мир в квадрате да вот же в квадрате 1 в квадрате мы можем выразить через там любой другой масштаб по этим формулам но все эти выражения они вот скажем если я вот это в ряд разложу по же в квадрате же в квадрате от q в квадрате это же в квадрате от p в квадрате плюс поправки порядка же в 4 да вот а вот здесь я хочу вместо же в квадрате голова написать же в квадрате от импульса п вот что я для этого должен сделать я должен это же выразить отсюда и выразить все это в конце концов через g от п да когда это все сюда подставлю что у меня получится у меня получится на самом деле что с точностью до высших поправок я могу вот тут вот по написать вот потому что все эти поправки они будут порядка же ну же в 4 а я их сама не учитывают вот вот что мне нужно да вот что мне нужно и после этого я хочу смотреть отношении вот мр чтобы меня масса вот голая сократилась мр от вы скажем на и мы родку что это массы сократятся это я опять разложу в ряд у меня получится у меня получится не получится мы хотим следующее мы хотим вот эта масса от п так вот импульса п но она выражена через голый заряд голую массу которых мы не знаем и какие-то расходимость так вот я хочу массу от п связать с массой от q так же как вот здесь чтобы никаких расходимости не было в этой формуле нет ни эпсилон никаких то не определенных величин это просто измеримые величины вот и здесь я тоже самое хочу для этого я должен организовать нечто где они все сократятся вот я отношения организовываю а вот здесь я заряд же голые заменяю на жарят же от импульса п поскольку с точностью значит уже квадрат я могу так сделать потому что с точностью же квадрат у меня масштаб вообще не фиксирован это поправка да увидим сейчас бегущую массу вот значит мы отношения берем вот эти голые массы сокращаются остается и в ряд раскладом единица плюс же от п на вот это минус же от q на вот это же вот и в этом в этой разности сокращаются вот эти члены вот сокращаются вот эти члены значит что будет 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 единица запишу примерно будет единица минус же в квадрате значит от p 4 пи в квадрате c на 3 логарифм логарифм п был сверху в квадрате на q в квадрате вот что будет здесь я беру п примерно равным q то есть недалеко потому что если я возьму их далеко то вот этот логарифм будет большой вот как и он скомпенсирует малость вот этого заряда и мне нужно будет следующий члены считать вот поэтому я говорю что я возьму чтобы она недалеко от q рядом вот тогда вот этот логарифм маленькие достаточно это разложение по константе связи же она в общем имеет смысл его использовать вот это я их просто поделил что здесь видно и именно в этом приближении я говорю что же квадрате вот п она примерно как же в квадрате от q поэтому я его только одно оставил вот хорошо да я написал очень хорошо теперь это имеет смысл когда они близки друг другу поэтому я помножу обе части на мр от q вот сюда да и поделюсь обе части на логарифм и получу дифференциальное уравнение у меня будет д мр от п д мр от п значит по д логарифм в квадрате будет равно минус же в квадрате от п на 4 и в квадрате с с на 3 и все что ли все или нет смотрите то есть я говорю я беру п очень близким ку это у меня будет мр от п минус сюда переношу минус и мр от q это будет д мр дат п на логарифм делю это логарифм по квадрате минус логарифм q в квадрате это д логарифм п так вот и остается вот это правильно или нет если а зачем ее братья она тут стоит и стройки нет а где производная смысле что вот вот там была вообще гаража от q где-то да это следующий порядок да это четвертый уже будет позже а я беру главный вклад вот главный вклад в точностью даже в четвертый да мы все будем делать такой точностью потому что это следующей точности нам в общем нам с этими но я не могу вот так просто написать потому что когда п много больше q в квадрате в квадрате много больше q в квадрате потому что вот это разложение имеет смысл когда вот эти коэффициенты малы а если у меня вот этот логарифм да он там я не знаю в 10 раз больше чем единицы на же в квадрате то вот этот член со единицей но он просто намного ее больше понимаете я не могу использовать это уравнение это уравнение я еще раз говорю она верну как разложение когда коэффициенты малые коэффициенты малый когда порядку вот поэтому я его могу использовать из него получить дифференциальное уравнение дифференциальное уравнение я уже могу решить и тогда я получу как у меня масса зависит от масштаба через заряд зависит масштаба да без без малости потому что у меня нету малости в этом смысле вот это мы делаем когда q рядом с п чтобы это разложение имела смысл да мы их просто q стремим к п ну дифференциальное уравнение да а потом мы говорим вот дифференциальное уравнение мы получили в дифференциальном уравнении же уже зависит от п поэтому я могу его интегрировать мне не нужно думать вот какой тут жест подставлять вот мы можем распространять его в область больших п но мы должны понимать что к нему будут поправки порядка же в 4 же в 6 там и так далее это все равно ряд но решаем уравнение когда же мало нам уравнение решать не надо еще раз говорю когда она мало мне уравнение решение уравнения не нужно у меня просто м от п равно м от q плюс вот этот член а когда они далеко друг от друга вот мне как бы этого член недостаточно мне нужно решить это уравнение если я решение это уравнение разложу в ряд то первый коэффициент ряда будет вот этот мы их еще будет много-много вот вот так но уравнение не будет ниже немало правильно дифференциальное уравнение если же не мало вообще все это не работает по суку теория возмущения не работает накроется медным тазом вот эта теория возмущений она работает так сказать когда концерт разложение позже имеет смысл вот вот эти все формулы для масса они получены в теории возмущений вот константный член плюс же в квадрате когда мы подходим к лямбда кхд же в квадрате равно бесконечности одни от лямбда кхд поэтому вот это разложение имеет смысла я сейчас немножко подробнее скажу о том о смысле вот этих масс это массы которые определены в теории возмущений вот и которые используются ну там я не знаю вот для расчетов при пертурбативных расчетах то есть когда п она ну много больше лямбда кхд ну может немного но больше лямбда кхд да по квадрате поэтому это так называемый токовые массы вот тоже здесь написано это массы определенные в теории возмущений токовые масс вот давайте я сейчас уравнение это решу и мы обсудим их немножко вот то есть они определены вдали от лямбда кхд же там мало то есть вот это вот разложение имеет смысл вот если же не мало нужно делать все по-другому вот как на решетке я там говорил ну я там про масса не говорил но аналогично делать с массами так еще вопросы нет вопросов я решаю уравнение так решаю себе и решаю вот так хоть правильно уравнение написал в этом уравнении одна ошибка найдите пока я стираю вот не ну мы костре мим пп это дифференциальное уравнение она получается когда куст и мид секс вот знак правильный так это наверно мне еще пригодится правильно 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 тут должна быть еще м от п вот я жена и мотку помножил обе части вот тут я их вычел массы а тут тем осталось так видите да ну да отлично поэтому вот тут массу нужно написать но я на массу поделю и затолкаю ее в логарифм отсюда вот так значит еще мне дальше нужен вот такой кусочек это решение уравнение гелман лова само уравнение гелмана лова вот вот аналогичный уравнению для же да мы его в прошлый раз выводили это было дж в квадрате от п по д логарифм п в квадрате минус бета 0 минус бета 0 на 4 пи в квадрате 4 пи в квадрате ж в четвертой вот это я в прошлый раз выводил вот примерно таким же способом вот ну и все давайте теперь проинтегрируем вот это уравнение найдем как у нас масса меняется от масштаба ну как я это делаю я говорю что нудэ логарифм массы логарифм п я сюда переношу мне уже проинтегрировать вот ту часть и получится у меня что логарифм мр от там п на мр от q равен равен это я туда перенес минус cf на 3 на 4 пи в квадрате а тут п в квадрате вот теперь вот это значит так вот смотрите теперь же в квадрате от п я вот этого уравнения вы выражу вот тут у меня есть же в квадрате от п я нажать подрать так вот как здесь поделил и вот сюда в логарифм напишу да и у меня получится у меня получится у в квадрате п в квадрате вот значит g в квадрате на логарифм это будет d логарифм g в квадрате с п штрих на какое-то число на 4 пи в квадрате делить на бета 0 с минусом значит с минусом сократятся останется cf на 3 на бета 0 вот вроде бы так да 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 вроде так вот ну а это как бы понятно чему равно это равно логарифм а вот 4 пи в квадрате они сократятся да не мы не вынесли 4 пи в квадрате было тут тут и было тут вот они дружно сократились вот значит у нас остался логарифм а сейчас еще раз вот то верхнее уравнение это было вообще то уравнение гелман и лоу на прошлом занятии выводил да а мы да сейчас вывели его еще раз пардон мы его не выводили еще раз это уравнение на заряд мы вывели уравнение на массу в которой заряд входит так чтобы проинтегрировать вот это уравнение вот я его просто пишу я помножаю на д логарифм по сюда интегрирую у меня получается тут вот логарифм от верхнего предела минус нижнего вот он я написал равно вот этот коэффициент минус вот эта штука на 4 пи интеграл вот же в квадрате вот п да 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 вот он значит д логарифм п все чудесно но я должен же в квадрате вот п как он ведет себя от п откуда-то взять вот я его беру отсюда ну я могу и отсюда взять просто считать дольше а окей вот там за степенями же все хорошо то есть вот верхнем углу у нас там же четвертая а как мы вот в этом деморали ад точно так же как точно так же как нас леонид васильевич исправил вот я тут пишу в квадрат на же в квадрат делю обе части так вот и тут пишу логарифм вот рождественное преобразование вот и все же в квадрате от п вот отсюда я просто подставляю сюда вот у меня тут же в квадрате взял из уравнения написал вот у меня получилось вот тут что получилось ну это я интегрировать могу это будет же в квадрате от верхнего предела соответственно сп п на же в квадрате от q вот с этим коэффициентом 3c на бета 0 так ничего не потерял нет и потерял чудесно соответственно я беру экспонент от обеих частей и получаю так вот это уравнение надо бы это обвести в рамочку она будет пригождаться там попутно вот значит так же как и вон то вот так значит у меня получается что мр от п это мр от q помножить на ну для альпы сразу напишу альпы с от п альпы садку степени какой степени ну вот в этой степени 4c на бета 0 вот это наш ответ это наш ответ то есть вот так у нас меняются массы кварков с изменением масштаба ну в главном порядке ну не в главном ну не знаю вот на петлевом порядке теоризмущения вот вот давайте теперь смотреть как бы и чё так это вопрос неправильный альфа это значит так значит у нас вот альфа это же квадратный 4пи да вот ну альфа с данном случае ну так же как альфа это е квадратный 4пи в электродинамике да то есть в константа связи ну можно через g все писать но вы же понимаете что в любом из ваших процессов их будет всегда два этих же вот поэтому вам придется писать всегда альфа ну вот пишут альфа вот теперь давайте смотреть я вам прошлый раз говорил что альфа просто было отношение в квадрате ну я на 4пи поделил там да бета 0 у нас число сейчас напишу мы его в прошлый раз писали выводили бета 0 это 11 третьих нс минус 2 третьих вот хорошо и чё важно это у нас это соответственно ну вот пусть у нас я не знаю нс чему равно 3 3 замечательно значит будет 11 нф ну сколько у нас флейверов максимально там 5 сколько 6 ну вроде как 6 там у д с с там б т вот вот 6 пусть будет да значит минус 4 это чего там 7 да что ли вот то есть это число положительное вот что я хочу сказать это важно вот собственно это важно как здесь вот так и с массами это будет важно я вам писал что альфа с от массы z бозона это примерно 0,1 вот кстати я вам писал альфа с прошлый раз так что вы это альфа с альфа с а значит от одного гэва 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 вот старайтесь успевать пожалуйста значит от одного гэва это что-то типа там 0,4 0,5 там ну вот так ну пусть там я не знаю 0,4 это альфа с от м чего он написал на 0,1 массы z бозона массы z а z это что-то там 91 там или 2 гэва вот значит что я не понял еще раз скажите ну ладно неважно вот значит это вот такого порядка вот тут вот эта неопределенность зависит от того как раз какую схему вы используете то есть что вы там внесли в определение вот этих миу там или лямбда кхд вот поэтому она не слегка значит меняется но неважно не важно в данном случае мне масштаб важен вот соответственно вот смотрите если мы идем от масштаба гэва до масштаба z бозона то как у нас изменится к массы кварков который мы будем видеть на этих импульсах вот cf это значит что там было cf кто-то мне уже говорил n квадрат минус 1 делить на 2n 3 это как бы n мы уберем вот n квадрат минус 1 это 8 да 8 значит на 2 это 4 это вот типа 4 сверху бета 0 у нас вон типа 7 ну я возьму там 8 так грубо говоря что это будет типа практически корень вот значит и если я альфа s от p на альфа s от q подставлю то у меня что получается 0,1 делить на 0,4 это 1,4 еще корень возьму это будет 1,2 вот поэтому при переходе от я не знаю масса на масштабе z бозона это масса на масштабе 1 gf помножить на одну вторую грубо говоря так вот оценка я просто вы там потеряли цепь не правильно что потеряли что потеряли еще а тут 3 3 и тут 3 да вот то есть значит массы у нас потихоньку при возрастании импульсов у нас уменьшаются ну и вот характерно ну вот уменьшаются они примерно так а можно вопрос да вот сейчас эта масса да это только такая некая теоретическая вещь то есть ты говоришь вот я хочу здесь свой лагрунджан в какой-то точке перенормировать в какой-то перенормированный вот у тебя такая масса да а физический смысл то у нее какой-то есть вот что я какой-то должен измерить у меня в одном случае была масса на одном деле а в другом случае стала масса вот на массе z бозона значит ну вот например z бозон распадается во что-то там да вот и ты там меряешь соответственно эту массу вот 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 это будет вот эта масса на z бозон вот ну масса зависит от импульса если у тебя по вот этой нет я вот когда буду считать распад z 2 бэкварка например вот беру и считаю себе вот древесный лагрунджан там все дела вот посчитал а у меня туда входит масса бэкварка да вот и характерный масштаб импульсов на который она входит это масса ну за это так вот и поэтому я просто говорю я вот померяю там ширину вот эту до массу значит z бэк в 2 бэкварка и оттуда извлеку вот эту вот массу и скажу что вот эта масса которую я оттуда извлек это вот эта масса вот вот я не понимаю 5 я и бронидит бежевор 5 смотри ты можешь взять посчитать свою например там ширину или еще что-то да и везде использовать массы перенормированные например перенормировки там 10 лет да ради бога могу я не знаю и все все посчитать потом сравнишь с измеренным измеренной шириной и вот когда я считаю вот вот то что я делал в начале я получал что у меня масса эффективная масса зависящая от импульса это голая масса плюс какие-то там расходимости плюс вот логарифм от q квадратов да вот я говорил что на самом деле голая масса это незнамо что вот плюс еще у нас там какие-то расходимости да и логарифм но я знаю как она связана с некой массой на масштабе неком вот от p в квадрате вот который тут у меня и теперь я говорю я должен где-то взять на какой-то точке измерить на характерном моем масштабе массу вот эту вот например изра изра так что как это сделать вот ты меряешь массу на масштабе z то есть у тебя z распадается в бакварке ты померил там массу сказал что вот эта масса она на масштабе mz я ее так определяю вот из моего вот этого распада вот вот я просто померил такой как только я одну массу знаю я все остальные пересчитываю ну на всех других масштабах вот так все то есть мне достаточно в одном месте померить в остальных я знаю сразу если они в одном месте не померил то у меня просто есть некая связь между ними но характерного масштаба нет вот поэтому мне где-то в каком-то месте нужно померить вот правильно ну это наблюдаемая масса как это в жестких процессах то есть понятно свободных кварков не существует но это наблюдаемая масса в жестких процессах типа если мы определим там четырех импульса да правильно много больше лямбда как это может получить эту массу но если я правильно понимаю это текла да я вообще чувствую работать потому что он как бы только в таком свободном состоянии есть ну и как их их его-то в свободном состоянии нет он ну действительно ну наверно 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 да так можно говорить да не ну по идее должна быть вот эта формула но с кучей поправок так сказать уже это значит ну вот ровно то что я сказал то есть физический смысл этой массы это масса вот на характерном масштабе характерный масштаб у тебя какой в процессе есть вот ты на нем грубо говоря вот берешь борнов скую формулу распада там я не знаю вот z2 бак варка да и ей подгоняешь сечение находишь оттуда масс казалось бы ты можешь сказать а вот почему я туда буду ставить массу на этом масштабе может она там где не знаю на масштабе один гэф вот я должен туда подставить дело в том что масса на масштабе один гэф связано с массой на масштабе вот массы z бозона вот этой формулой если эту формулу начать раскладывать в ряд по константе альфа с да то тут будет но это вот вообще горе экспонента да это бесконечный ряд и вот это это первый член этого ряда значит если у меня ку равно п да это у меня единицы этого вообще нету то есть масса на масштабе равно массе на масштабе бику если я вот тут пишу один гэф а тут пишу z то вот этот коэффициент да это вообще говоря ряд по константе связи вот то поправки поправки к тому что ты в свою формулу для подгонки сечения подставишь массу на одном гэфе это вот все это и поправки будут к ней то есть да конечно можно туда подставлять массу на одном гэфе потому что потому что поправки это ряд по альфа с на логарифму q1 квадрате q2 в квадрате когда у тебя q1 в квадрате примерно равно q2 в квадрате этот ряд но он фактически не существует все пусть значит вот я стер эту формулу значит масса 1 это масса 2 но вот я я эти альфы перепишу через логарифм у меня там будут логарифмы я просто поясню смотри попрос меня вот сейчас это всего лишь 2 . да я хочу понять за счет чего каким образом у меня характерный импульс характерный переходе связывается с точками перенормировки не нужно выгодно как-то правильно выбрать эти точки перенормировки чтобы у меня последующих членов либо не было либо они были подавлены потом еще что-то но у меня еще дело сейчас вся конструкция выделить так что у меня есть только перенормировки это какой-то вопрос моего удобства и где-то они члены разложения не всегда есть никогда не пропадает да конечно по какой-то причине по какой-то причине выбрав каким-то образом вот правильным образом . перенормировки я могу судя по всему звучало дважды значит еще раз если я вот это ну альфа с от п до это тоже на неком масштабе определено вот я могу его скажем написать через альфа с вот это от q вот по той формуле написать через альфа с от п до могу могу и у меня получится что у меня будет стоять вот тут вот ну грубо говоря вот этот знаменатель в степени 3 cf на бета 0 вот тут будет стоять вот вот эти сократятся и вот будет вот этот знаменатель стоит вот в некой степени так я этот знаменатель как считать по разложением позже я его разложу в ряд это у меня будет бесконечный ряд в котором будут такие члены типа единица g в квадрате бета 0 логарифм q на p значит g в 4 бета 0 в квадрате логарифм q квадрате логарифм квадрат и так далее и так далее теперь я говорю это как у меня связаны масса на одном масштабе масса на другом масштабе если это масштабы близкие близкие то тогда в этом ряду мне достаточно взять там один член например или 2 вот если это масштабы далекие мне нужно вот этот весь ряд от суммировать а это рад поправки вот некие соответственно если характерный масштаб моей задачи который импульс который течет ну который имеет вот этот бэк варк там да когда он там распадается он порядка массы z вот а я его массу по какой-то причине хочу взять на одном гэве то тогда вот этот вот ряд который вот здесь получится из логарифмов 1 гэва там к 90 до он будет большой длинные мне все члены этого ряда нужно будет учитывать вот потому что вот этот логарифм будет большой если же я возьму как бы массу определю массу на том импульсе характерном импульсе ну порядка массы z до который у меня есть в моей конкретной задачи то тогда понятно что вот там они будут может быть масса z пополам и и импульс будет течь да но тогда это будет логарифм 1 2 вот в ряду вот и это какое-то такое небольшое число то есть вот эти поправки они будут невелики а если я эти масштабы возьму существенно различными то они будут велики и мне их все нужно будет учитывать а я знаю как это учитывается они все суммируются вот в такой множитель поэтому вместо того чтобы брать массу на масштабе 1 гэвы когда у меня характерный масштаб z и потом считать все поправки квантовых хромодинамические которые мне будут складываться в эффективную ну вот вот такого типа они меня все сложатся вот такой множитель и я могу просто сказать что вместо того чтобы писать там массу на одном гэве и считать все поправки которые у меня вот такой вот фактор придут я могу взять там массу на масштабе z и тогда все поправки которые там будут они будут очень малы как логарифт какого-то числа параметрически вот этим отношениям не увеличенного вот просто обычный такой вот распах у меня это да я вот давай значит возьмем теорию и я и вот это считаю так вот утверждается сейчас если я возьму один дэр там 100 ты еще что-то да то я буду брать формовский член потом следующий следующий всякие поправки буду считать и все поправки они будут какие-то заметные существа а вот если вдруг я возьму поправку массу массе c то поправки у меня будут хорошо еще раз объясняю это связи ровно такая же с массой как например с зарядом ты мне можешь сказать а почему вот у меня опять точно такой же уровень замечательно вот про заряд тоже откуда же от п да почему мне нужно вот без две точки фигмировки значит еще раз вот у меня есть процесс z распадается в пару бэкварков так характерный масштаб импульсов в этом процессе масса z так ну масса z вот ни один гф не какой-то там и 100 тф это масса z теперь мы говорим ну вот давайте вот мы посчитали что-то и у нас там есть заряд или масса спрашивается на каком масштабе их брать вот если мы их возьмем на масштабе массы z мы что-то получим ну вот видите они довольно сильно отличаются да если мы возьмем на масштабе 100 тф мы получим вообще что-то другое что сделать правильно и и какие поправки будут к нашему результату как выглядят поправки поправки это ряд значит вот такого типа вот какую-то величину посчитали там я не знаю ширину там сечения что угодно вот это некая гамма 0 плюс альфа с там на гамма 1 плюс альфа с квадрате на гамма 2 и так далее это вот такой ряд спрашивается вот тут масштаб там я не знаю ну пусть ну я там мог обозначал определенную вещи там я не знаю некая там эльф квадрате неважно или квадрате вот тут масштаб в этом ряду стоит вот я беру и думаю как мне понять вот здесь то вот в этом гамма что будет стоять значит что там может стоять там может стоять некие числа ну числа и есть числа ничего с ними не сделаешь а могут стоять некие функции от импульсов от каких импульсов там могут стоять функции значит там могут единственный масштаб нашей задачи значит это масса z вот утрированно значит это будет некая функция от массы z ну в квадратах они все там да спрашивается ну я все кинематические множители там вынесу да чем она будет от безразмериваться да собственно ничего нету другого масштаба поэтому это будет просто числа все теперь есть отлично значит единственным на единственная масштабная величина это это эльф квадрат который у меня вот тут стоит я думаю а эти функции это как правило это логарифмы так это логарифмы соответственно вот мой ряд такой вот там будут в частности члены константы с ними ничего не сделаю и в частности там будут такие члены альфа с там вот эльф квадрате на логарифм эльф квадрате на nz квадрат вот и вот куча в каждом значит в порядке вот такого типа члены будут вот я думаю если я возьму эльф квадрате очень сильно отличающуюся от mz в квадрате то вот этот логарифм будет очень большой вот и соответственно вот здесь вот в этом ряду мне нужно будет брать много 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 членов прошу каждый из них будет большой за счет того что логарифм будет большой вот а теперь я думаю а вот если я вместо эльф квадрате возьму mz в квадрате то вот тут вот этот логарифм будет ну так как я написал овощи нулем будет но понятно что там кинь коэффициентом 2 там еще чего-то будут стоять но это будут числа порядка единицы там нет другого масштаба поэтому получится что если я вот этот масштаб который у меня задается . перенормировки возьму характерным масштабом моей задачи то я убью вот все вот эти логарифмы убью вот то есть вот в этом ряду у меня не будет усиленных членов не будет поэтому я и говорю ну тогда наверно так как альфа с она ну все-таки там мало более-менее да на моих марив масштабах пертурбативных а это будут просто числа ничем не усилены никакими там логарифм отношении масштабов тогда я просто скажу ну вот я за первый сосчитаю но максимум 2 остальные я просто выкину поскольку у меня есть малый параметр альфа с и нет большого параметра усиливающего вот поэтому мы говорим давайте если у нас характерный масштаб задачи это ну там мз в квадрате то вот перенормируемся на мз в квадрате вот но ты говоришь а на самом деле но я же могу на одном гэве перенормироваться конечно можешь но тогда нужно вот весь ряд считать а если мы это весь ряд сосчитаем то эффективно получится вот это вот если я вот этот кусок в ряд разложу то там как раз будут логарифмы отношений вот этого импульса к этому вот это вот и есть вот этот ряд вот эти вот типа логарифмы и соответственно если масштаб моей задачи mz и я взял вот здесь mz то все они когда они соберутся они не тут этот фактор в какой-то степени но этот фактор он очень мал ну практически единиц вот а если я вот тут взял 1gf вот фактор будет велик когда я буду разлагать у меня будут все члены там ряда значит теории возмущений каждый из них будет ну вот немал и мне нужно будет считать их все то есть вот это вот машинерия она просто говорит вот все члены такого типа которые собираются в массу все рад поправки я могу сосчитать вот так я их вот так и сосчитаю сразу и туда значит вместо моей массы на обыкном масштабе напишу на том масштабе ком надо по физике моей задачи все логарифмы которые усиливают значит вот эти рад поправки и которые собираются в заряд я сразу их соберут в эту формулу вот и буду использовать заряд на том масштабе который физически для моей задачи а остальные рад поправки которые не связаны ни с массой не с зарядом они мне будут давать некие константы вот вот здесь вот в этом ряду которые ничем никаким вот этим масштабом усиленно не будут и поэтому я просто ну несколько членов первых ряда запишу и хватит мне вот такой подход это это понятно или нет а вот тогда начинается вот тогда начинается так сказать как бы настоящая работа я не могу то есть я с кей-факторами никогда не работал ничего не могу тебе сказать вот потом потому что вот последние пять минут полиза вот еще раз правильно ли я понимаю что вот допустим возьмем измерить эту ширину на зерпозорь да теперь мы говорим что мы ее можно описать вот таким вот рядом ну да можно да 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 теперь если мы хотим перенормироваться если мы теперь хотим посчитать нам нужно сравнивать логарифм или квадратная взят в квадрате и альфа с на и взят в квадрате если логарифм небольшой то есть это мы говорим что мы идем грубо говоря ниже и тогда вот этот вот это разложение на верну и там ну то есть мы можем его использовать и это разложение она по факту дает эту формулу которую записали для масс значит еще раз в этом разложении учтены все рад поправки вот в этом разложении только те которые в массу уходят вот а их вообще говоря много что такое массу что-то в заряд что-то вообще она просто вот специфика процесс там и так далее вот потому что главная фишка мы сравниваем логарифм эти квадрате на масштаб как ну то есть на массу которые у нас есть задачи ну в принципе да но плюс еще вот эти коэффициенты важны это ну то что называется там аномальные размерности я них еще буду говорить то есть вот если вот этот коэффициент у вас ну просто гигантский да ну вы должны его тут вспоминать вот значит ну вот так идея такая что мы смотрим измеряем в одном месте хотим перенармироваться чтобы перенармироваться нам нужно смотреть куда мы перенармироваться если мы перенармируемся область меньше вас у нас получается этот логарифм он небольшой нет это неважно вот вы взяли какой-то ваш масштаб l да ну вернее вот у вас есть масштаб mz если вы l много больше mz возьмете у вас все равно будет логарифм большой если много меньше lz возьмете mz все равно логарифм будет большой только знак другой будет вот то есть если l порядка м то логарифм ну он как он число то есть он он не содержит как бы и тогда вот в этом ряду вот этих логарифмов по факту нет а вы говорите но я возьму несколько первых членов ряда не все равно ничем не усилены альфа с мало ну и вот в какой точностью и пальцы с хочу вот такой вот там не знаю первый член взял и все бордовское сечение сочетал и забыл вот а если масштабы сильно различаются выборов сечение сочетаете но поправки ваши будут велики за счет того что вот это будет велико вот сильные поправки ну на самом деле это вот не почему это используйте где хотите ну только чтобы теория возмущения работала вот как если вы ее разложите в ряд да как вот я сначала начинал и брал только первый член этого ряда чтобы дифференциальное уравнение вывести то вот первый член этого ряда но можно использовать только тогда там он как раз имел вот такой вид что м стоматку или там из отель в квадрате это было м от mz в квадрате там я не знаю на единице плюс нужно квадрате тальфа с да вот вот такого типа и только число ну вот это число там по факту стояла там да я говорил вот эту формулу вот эту можно использовать только тогда когда вот этот вообще гарем мало ну потому что следующие члены они тогда еще меньше а если вы l выбрали такое что вот этот член велик но по сравнению с единицей то вы не можете ее использовать это вы должны все поправки использовать вы должны все поправки да и они все у вас сложится вот в это но этому показали решив уровне еще вопросы отлично я честно говоря не знаю сколько сейчас времени 43 так а у нас когда скольки ну типа до 14-20 а я честно грянул что это вам расскажу за пол пары у меня еще там ну вот тогда что касается вот это а я говорил что это токовые массы то что называется это масса определенной в рамках теории возмущений когда импульсы вот эти характерные они много больше лям до кхд вот есть еще то что называется конституентные массы кварков это те массы которые ну вот в моделях там адронов используются они определены нам на масштабах импульса порядка там лям до кхд и поэтому для них вот это вот не работает для них вот эти поправки да они сразу велики то есть вот здесь сразу вот это грубо говоря вы просто добавляете лям до кхд вот это все это типа там лям до кхд вот то есть масса на вот это все что вы здесь пишите сразу должно быть лям до кхд вот и поэтому их но в теории возмущений ну не опишешь вот но например есть ну вот такие модели там а дронов да там есть потенциальная модель тебе там нужно написать я знаю это не логическая модель просто чтобы описать или все штуки действительно можно сказать что вот на массе порядка ну на масштабе порядка гхд у вас там 150 метр там а вы спарка 300 там и так далее так вот такой прям может сказать что вот эффективный какой-то потяжелее вопрос в том если этой моделью подогнать данные они хорошо описывать почему нет вот не нет это я знаю этот аргумент меня больше интересует почему да но сам понимаешь если ты что-то чем-то подогнал и вдруг получилось само по себе это еще пока ничего не значит тут можно просто говорить что единственный масштаб там не меня вот такой вопрос интересует смотри вот представьте себе что я взял такую модель с конституционными кварками да ставим вот эти массы там линейную растущую часть все сделал и подогнал и не получилось вот смысле вот не подогнал и вот это вообще будет что это значит или просто ну вот мне не повезло и все но скорее всего тебе не повезло да вот то есть вот это конечно интересно потому что если действительно есть какие-то ну какие какая-то мотивация чтобы эта масса все-таки была именно такой для этих масс есть характерный масштаб лямбда кгд то есть все эти подгонки они будут порядка лямбда кгд ну нет другого масштаба то вот поэтому но они все такие есть другое дело можно говорить о том надо будет выглядеть надо 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 н не н Продолжение следует...